Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора это флагман от компании Sony, Sony Xperia 5. Это Xperia 1-го поколения, уже есть продажи Xperia 2, но тем не менее этот смартфончик все еще продается и все еще стоит порядка 45-50 тысяч рублей. Хотя вышел он уже полтора года назад, в конце 2019 года. Телефона этого я в руках не держал и мне стало интересно посмотреть на него, посмотреть что же такое Sony в 2021 году. Ведь когда-то телефончики Sony были практически у всех, Sony Ericsson выпускали очень крутые устройства и бюджетные, довольно дорогие. В общем, довольно интересно мне посмотреть, чем же стало Sony сейчас и насколько интересные устройства они делают и вообще стоит ли их рассматривать. Телефончики эти довольно редкие сейчас, редко и мало у кого увидишь, хотя надо сказать, что чисто визуально по дизайну они действительно выделяются. Да, здесь нету новомодных капелек, здесь нету новомодных U-образных вырезов и видно, что телефончик родом из 2019 года. Сверху и снизу у нас рамочки. Хотя сам по себе экран здесь у нас OLED, причем это матрица довольно нестандартного размера, вернее соотношение сторон 20 к 9, киношное соотношение, диагональ 6,1 дюйма, а размер здесь у нас 2520 на 1080. И плотность точек практически 450 ppi. Сам корпус у нас естественно металлический плюс стеклянные поверхности, все это естественно по-флагмански смотрится. Материалы здесь шикарные, вопросов никаких нету. Плюсом здесь идет естественно влагозащита IP68. Вы можете с телефончиком погружаться на глубину до одного метра и снимать всякие подводные зарисовки. Здесь никаких вопросов также нету. Единственное, что опять же выдает телефон родом из 2019 года, то что экран здесь у нас традиционный 60 герц, никаких 90 или 120 нам здесь не положено. Телефончик у нас практически на голом андроиде, сейчас версия андроид у нас десятка, то есть обновление телефон получил, хотя выходил он на девятом андроиде. По железу опять-таки для 2021 года ничего сверхъестественного. Здесь у нас 6 гиг оперативки, 128 внутреннего хранилища, но флагманский процессор двухлетней давности Snapdragon 855, который даже в 2021 году все еще очень и очень неплох. По коммуникациям здесь у нас двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 5 версии, присутствует инфракрасный порт, присутствует NFC. В общем, здесь полный джентльменский набор. Мне очень нравится, что здесь у нас сканер отпечатка пальцев как-то вот, ну, отдельно что ли, не интегрирован в кнопку включения. Я знаю, что раньше такое как раз делали во флагманов, не в кнопках включения было, а отдельно, и вот такой вариант мне почему-то даже нравится чуть больше. Здесь также есть отдельная кнопка, которую мы можем включить, запустить сразу же модуль камеры. В общем, по-соневски, скажем так, я помню, что во многих Экспериях была подобная фишечка. Аккумулятор здесь у нас скромный по нынешним временам, всего лишь 3140 мА, и улетает он, друзья, просто, просто на глазах. Не успеваешь начать телефончиком попользоваться, не успеваешь что-то сделать, а заряда уже как не бывало. Я с трудом, с трудом в своем режиме использование вытягивал сутки. И это, надо сказать, даже без игр. Это стандартные приложения, это соцсети, это ютубчик, это музыка, это интернет, немножко навигатора, и все, заряда аккумулятора уже нету. А если вы начнете играть, а играть вы сможете все-таки в 855-й, пусть и двухлетней давности, но все-таки флагман. И PUBG, и Asphalt, и Call of Duty без всяких проблем здесь идет. Но вот как только вы начнете играть, улетает он просто вот так вот, моментально. В том же PUBG максимум 3 часа 3,5 на максимальной яркости вы получите, и уже нет заряда аккумулятора. В общем, да, поиграть вы сможете, но не очень-то долго придется сидеть на зарядке. Здесь у нас, кстати, Type-C, несмотря на то, что телефончик не самый свежий, и мне очень нравится, как смотрится решетка. Здесь у нас динамика снизу, звучит он очень благородно, очень классно, хотя и не очень громко. Но на самом деле, действительно, по качеству звучания здесь никаких вопросов нету. В наушниках тоже, кстати, звук очень и очень неплохой. По камерам здесь тоже все очень годно. Здесь у нас три модуля, и все они 12-мегапиксельные, основной широкоугольный и так называемые телефото. Здесь у нас оптический зум двукратный, также оптическая стабилизация, и пишет этот телефончик без проблем 4К видео. Правда, опять же-таки, не очень долго, учитывая, что при записи 4К видео аккумулятор тает просто на глазах. В общем, аккумулятор это не конек данного смартфона. Ладно, заговорились, заболтались, давайте посмотрим на синтетические тесты, которые я сделал. 855 Snapdragon даже в 2021 году остается 855 Snapdragon. Почти 440 тысяч в Antutu говорит нам о многом. Мощное устройство, которое позволит играть во все возможные игрушки практически без лагов фризов, на максималках, но, к сожалению, учитывая аккумулятор, не очень долго. Geekbench показывает тоже очень козырные результаты. 743 на 1 дру и 2831 на все 8. Отличный мощный процессор, несмотря на то, что ему уже 2 года. Внутренний накопитель у нас UFS, и здесь у нас по скорости записи почему-то были затыки. Всего лишь 123 МБ показал, хотя в пике было 155. А на записях мы видим 350, но в пике был почти гигабайт. Что-то помешало, были какие-то, видимо, затыки, но тем не менее внутреннее хранилище работает шустро, я бы даже сказал молниеносно, здесь вопросов особо у вас не возникнет. Модуль Wi-Fi, естественно, двухдиапазонный, и в 5 ГГц я получил вот такие вот результаты. Провайдер выдает мне 300 Мбит, и их же я что на скачку, что на загрузку, без проблем получил. По GPS также никаких вопросов не возникло. 4 метра у нас точность, и спутники нашел он мгновенно. 14 в использовании, 41 в поле зрения. В общем, как навигатор вы использовать телефончик сможете без всяких проблем. Главное, чтобы он висел у вас на зарядке, ибо улетит батарея, опять же таки, очень и очень быстро. В общем, не устаю я повторять, что 3000 мА для подобного устройства мало, реально мало. Хотелось бы хотя бы 4000. Мощное устройство, без всяких проблем в игрушки вы поиграть сможете. Даже не буду в этот раз вас утомлять и делать какие-то вставки. Уж поверьте, флагманский процессор способен на многое. Что еще действительно понравилось? Ну, как уже сказал, модуль камеры. Здесь вопросов никаких. Вы получите шикарнейшие фотки как на улице, так и в помещении. Причем, даже если будет пасмурный день, все равно вас порадует камера и детализацией, и цветопередачей. В общем, действительно флагманское устройство, и это видно. Такого рода фотографии вы получите только, только используя очень хорошие модули. А здесь, естественно, у нас сониевские стоят сенсоры, которые позволяют делать действительно очень насыщенную и красочную картинку. Ну, а что касается видео, здесь тоже вопросов никаких нет. 4К с оптической стабилизацией вы получите шикарнейшее качество видео. Правда, 4К снимается только на основную камеру, на фронталочку только 1080p, но опять же таки со стабилизацией картинка получается шикарной, очень плавной и очень классной. Ну, давайте посмотрим на примеры фото и видео, которые я сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Sony Xperia. Пишем на фронтальную камеру. Максимальное разрешение у нас Full HD 1080p, но зато есть стабилизация. И, как мы видим, работает она хорошо. Я сейчас иду, а картиночка абсолютно стабильна. В общем, здесь все у нас в порядке. И можно и на фронтальную камеру снимать довольно неплохие влоги, когда вы идете по улице. На основную камеру мы можем снимать вплоть до 4К, 30 кадров в секунду, что я сейчас и делаю. И при этом работает у нас стабилизация. Картиночка получается стабилизированной, и все очень четко и хорошо. Причем кадр не сильно-то и обрезается. Довольно все неплохо. И цветопередача на месте, и по балансу белого придраться не могу. В общем, здесь по камерам и по фото-видео возможностям можно смело поставить пятерку. Вот так вот снимает у нас Sony Xperia 5. И мне действительно понравилось. Действительно отличный камерафон, действительно отличный флагман. Но повторюсь, 45 тысяч рублей за телефон, которому уже два года минуло. Как мне кажется, это немножко многовато. Опять-таки, учитывая то, что сейчас уже в продаже появился Sony Xperia 5 второй версии, который стоит не намного дороже. Порядка 52-53 тысяч рублей. А там уже будет и экран 120 Гц, и 4000 мА аккумулятор. И действительно флагманское железо. В общем, телефончик, как мне кажется, более интересный. Хотя доплатить придется не так уж и много. Телефон мне понравился. Здесь вопросов никаких нету. Но 45 тысяч рублей, как мне кажется, немножко многовато. Учитывая небольшие недостатки, которые здесь есть, о которых быть не должно за эти деньги. Но в общем и целом и дизайн мне понравился, и фото-возможности понравились. И в общем, телефон смотрится очень классно. Да и редкий он. Не часто увидишь у кого-то в руках подобное устройство. И если вы хотите выделяться, то этот телефон позволит вам это делать 100%. Я более чем уверен, что практически ни у кого из ваших друзей подобного устройства не будет. Ну что ж, друзья, надеюсь данный обзор вам понравился. Обязательно поставьте лайк этому видео, если это так. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока.